6. Плод Духа 7. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 8. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи Не рассматривали ли мы когда-нибудь уже этих девяти драгоценных качеств, как бы выставленных на вид здесь перед нами, с сильным желанием «Ах, если бы они украшали меня и мою жизнь!» 9. И они сияют тем ярче, что стоят рядом с черными, мрачными делами плоти, перечисленными в стихах 19 по 21, делами, которых мир так полон и все более наполняется, чем ближе мы подходим к концу этого века. 10. Ведь плевелы должны созреть ко времени жатвы, которая теперь приближается, но не должна ли созреть и пшеница? 11. Да, братья мои, дети Божьи должны были теперь как никогда раньше достигать меры полного возраста Христова и именно в наше время светить миру божественной жизнью, святым житием и плодами, для которых Господь избрал их и поставил, чтобы они шли и приносили их. 12. И благодарение Ему Он даровал нам от Своей божественной силы все потребное для жизни и благочестия, и кроме того, великие и драгоценные обетования, достигающие даже такой высоты, что мы делаемся причастниками Его божеского естества. 12. Разве мы не должны стремиться к плодам, безусловно присущим этому божескому естеству? 13. Если Дух Святой, к которому они приписываются, пребывает в нас, проницает и наполняет нас, могут ли они отсутствовать? 14. Конечно нет. Он не может быть без плодов. 15. Плоды – это несомненные признаки Его присутствия, как мы уже видели, рассматривая апостолов и 3000 уверовавших после Пятидесятницы. 15. Так как мы, хотя и косвенно, уже говорили и еще будем говорить о плодах Духа, я не намерен подробно разбирать здесь эти 9 драгоценных качеств, а хотел бы только сделать несколько совершенно общих замечаний. 16. Прежде всего, я хотел бы сказать, что, коль скоро мы имели бы их, они изменили бы нас чудным образом. 17. Произошло бы нечто, как во дни первого излияния Духа Святого, что бросилось бы в глаза и окружающим нас. 18. В известной степени мы, может быть, и испытали подобное изменение, но не было ли оно проходящим? 18. Однако плоды ведь не цветы, которые держатся несколько дней и затем опадают. 19. Нет, они именно вначале меньше и невзрачнее всего. Они увеличиваются с каждым днем и, чем дольше остаются на дереве, тем становятся спелее. 20. То ли произошло с испытанным нами изменением? 21. Достигли ли все славные качества, пробужденные Духом Святым известной зрелости? 21. Или не знаем ли мы о некоторых чертах у нас прямо противоположным этим плодам? 22. Не замечаем ли явлений, которые отнюдь не плоды Духа и обезображивают нас и учения Христова, которые мы исповедуем? 22. Некто, писавший в последнее время об этих девяти плодах, предложил своим читателям приблизительно такой вопрос. 23. Если бы здесь вместо любви была поставлена холодность, жестокость, вместо радости – уныние, вместо мира – беспокойство, вместо долготерпения – нетерпение. 24. Вместо благости – форчливость, вместо милосердие – жестокосердие, вместо веры – маловерие, малодушие, вместо крутости – запальчивость и вместо воздержание – распутство, который из обоих списков подошел бы к нам. 25. Не нашли бы мы в своей жизни многих побуждений и проявлений, принадлежащих второму списку. 26. И, однако, разве все, находящееся в этом втором списке, не должно было бы быть со Христом на кресте, как говорит апостол, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями? 27. Стих 24. Раз мы дети Божьи, правилом нашей жизни должно быть, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны? 27. Стих 25. А мы ведь живем Духом Святым. 27. Тогда пусть и хождение наше будет в нем. 28. И какова была бы эта жизнь? 29. Жизнь святого отношения ко всем людям вокруг нас, жизнь искреннейшего общения со всеми, знающими Господа, и жизнь, носящая на себе печать благоволения Божия? 29. Образ Христов явился бы на нас очевидно для всех, он изображался бы в нас. 30. Послание Галатам, 4 глава, 19 стих. 30. О, да удастся Духу Святому произвести это намеченное Богом изменение во всех искупленных Господних! 31. Следующее, о чем я бы хотел заметить, это то, что по указанию апостола плод Духа есть нечто совершенно другое, нежели многие себе представляют. 31. Постоянно встречаешься с детьми Божьими, которые, если заходит речь о плодах, тотчас говорят об особенных дарованиях, талантах, о делах и поступках, о своем познании, ревности и способностях, которых они, по своему мнению, не имеют. 32. И в моей жизни, по вере, было время, когда я думал, что это и суть ожидаемые от меня плоды Духа, но это не так. 33. Часто можно иметь их и еще многие другие дары Духа и все-таки быть без его плода. 34. Что касается даров Духа Святого, коринфяне были осыпаны ими, может быть, даже более многих других церквей того времени, однако у них не было плодов. 35. На них было видно, что Бог вложил в них большой капитал, а ожидаемого дохода не было. 36. Оба послания апостола Павла с их порицаниями ищут и требуют плодов. 36. Ревнуйте, говорит он, о дарах больших, но торжественно прибавляет, и я покажу вам путь еще превосходнейший. 1 Коринфянам, 12 глава, 31 стих. 36. И затем следует целая глава о любви, стоящей во главе плодов Духа, потому что в известной степени она уже заключает все их в себе. 37. Итак, наши дары или дела никогда не могут заменить плодов Духа. 38. Поэтому плод Духа не столько относится к нашим словам или делам, сколько к нашему характеру. 39. Быть может, наши слова могут ничуть не уступать словам всецело освященного человека, наши дела оказаться очень хорошими и безупречными, между тем, как у нас негодный характер. 40. Как многие богато одаренные мужи и жены, совершившие выдающиеся дела, не имели плодов Духа, они были недоступны, высокомерны, раздражительны, ворчливы и властны в обращении, полны мертвых мух, портивших в них благовонную масть. 41. Поэтому перед Богом дело всегда, во-первых, не в том, что мы делаем, а в том, что мы есть. 41. И какими бы мы были, как бы были благоугодны Богу и людям, если бы наш характер слагался из этих девяти славных качеств. 42. А мы ведь, собственно, то, что есть наш характер. Он наше внутреннее содержание и потому избранное Богом поле, на котором Дух Святой хочет посеять и довести до зрелости свои плоды. 42. Но многие дети Божьи ничего не хотят знать о жизни веры, которая имела бы какое-нибудь дело с их характером и должна бы была преобразить его по образу Христову. 43. Они, конечно, допускают обращение к Богу, также спасение от проклятия и, наконец, вход в небеса. 43. Однако хотят оставаться такими, как есть. 44. К чему им Дух Святой? К чему его полнота? Зачем им помазание? На что была бы им сила свыше? 44. Поэтому спустя целые годы они остаются тем, чем были при своем обращении, и в душе часто не лучше иного мирского человека. 45. Они считают, что жизнь истинного христианина состоит в сладких чувствах, в назиданиях, в духовных наслаждениях, в пении красивых песен, в слушании вдохновенных проповедей и т.д. 46. Пока им это предлагается, они довольны. Если же речь заходит о плодах Духа Святого, о святом житии, об изменении всего их существа, все кажется им законностью и жестокостью. 47. И все же намерением Божиим при нашем искуплении было то, чтобы мы стали подобны образу Его единородного Сына, только на этом основании Он не берет нас в славу тотчас после нашего обращения. 48. Далее я хотел бы сказать, эти девять славных качеств – все драгоценности, которые хотя могут быть в нас, но собственно будут не от нас. 49. Они называются плодом Духа, так как Он производит их в нас, если они неподдельны, т.е. божественны. 50. Не испытали ли мы когда-нибудь, как бывает с этими драгоценными качествами, когда Он наполняет нас? 51. Что за любовь изливается тогда в наше сердце? Как она чиста, воистину самоотвержена и пламена? 52. Она подобна бурной волне, наводнению, уносящему из нас все, что не любовь и что ей противится. 53. Она не знает никакого искусственного русла, по которому должна течь, но выступает из всех берегов. 54. Нет ближнего, нет врага, которого она не могла бы обнять, даже вся тварь делается предметом ее благоволения и сострадания. 55. Некуда деться от любви, и можно буквально без преумеличения сказать – любовь Христова объемлет нас. 56. И то, о чем мы говорим, не мимолетное наитие простого воодушевления или экстаза, с исчезновением которого проходит и наш пыл, но эта любовь пребывает. 56. Что за радость, которую производит Дух Святой? Как она высока и возвышена в сравнении с радостью, достающейся нам другими путями. 57. Она тиха и нежна, как улыбка весеннего утра. Она не возбуждает, а успокаивает всякое возбуждение и дает нам блаженно покоиться в Боге и с благодарностью наслаждаться Его изливаемой на нас благодатью. 58. А чудный мир! Величественно ложится Он на все наше существо, как бы насыщая нас до чудного избытка, и мы сознаем, что Он воистину превыше всякого ума и соблюдает, как святой страж, наши сердца и помышления во Христе Иисусе. 59. И что могло бы поколебать долготерпение, произведенное Духом Божиим в нас? 60. Оно есть все переносящее и страждущая любовь, не знающая конца. И так со всеми остальными драгоценными качествами, произведенными Духом Святым, благостью, верою, кротостью и воздержанием. 61. Все они носят на себе печать рождения от Него, и мы сами знаем, что мы так же мало участвовали в их возникновении, как и в возникновении нашей телесной жизни. 61. Не пробовали ли мы когда-нибудь сами породить эти драгоценные сокровища? Не старались ли мы приобрести их? И не удавалось ли нам иногда произвести нечто на них похожее? 62. Каждая из Детей Божьих знает, что это случалось. Но то, что мы произвели, было похоже на нас, а не на Него. 63. Это было печальное усилие. Однако насколько было бы печальнее, если бы мы блистали этими самодельными кажущимися качествами? 64. Кажущиеся любовью, кажущиеся радостью, ложным долготерпением, ложным миром и т.д. И удовлетворялись бы ими, или даже считали, что они – плод Духа. 64. Но не правда ли? Уже самая попытка приобрести их была признаком, как глубоко мы были убеждены в необходимости иметь их. 65. Чтобы иметь истинный плод Духа, тебе не помогут все твои подвиги. Не даже мольбы и просьбы. Нужно только одно. 65. Всецело отдать себя Духу Святому. Дать Ему наполнить тебя, руководить Тобою с утра до вечера и подчинить Ему все, что ты есть, что имеешь и делаешь, твои поступки, слова и все твои мысли. 66. Предоставь Ему всю власть над Тобою и всю свободу действия в тебе. Дай Ему исполнить над Тобою всю Его волю, и ты вскоре станешь Его Нивой, на которой явно для всякого будет произрастать Его плод. 66. Еще хотел бы я заметить, когда Дух Святой производит в нас эти сокровища, Он не пропускает ни одного из них. Он не создает одного, двух, пяти или восьми, обойдя другие или оставив их на другое время. Нет. 67. Он производит все, одновременно в тех, в ком Он может действовать свободно. Они могут не явиться в совершенстве, вполне развитыми и зрелыми, но Он не пропустит ни одного. 68. Ведь плод есть именно нечто, требующее времени. Он должен расти и увеличиваться, если вообще имеется. 68. Теперь, если Дух Святой творит в тебе эти славные добродетели, и Ему придется, благодаря тому, что ты тормозишь Его действия, остановиться на какой-нибудь из них, например, на любви, Он будет задержан на всем поприще. 69. Ни одна из остальных добродетелей не будет расти. Оттого об этих драгоценных качествах и не сказано «плоды Духа Святого», но «плод Духа». 70. Эти девять – один неразделенный и нераздельный плод. Это как бы гроздь со многими ягодами. 71. Один и тот же сок течет в каждой отдельной – сок и сила великой чудной лозы – Христа, с которой Дух Святой приводит нас в неразрывную тесную связь и сохраняет в ней. 71. Когда растет одна ягода, растет одновременно и другая. 72. Проявляется ли любовь? Проявляется и радость. Если имеются эти две, тут же непременно имеется и мир. 73. А с этими тремя и долготерпение, благость и все другие. 74. И наоборот. Если, например, не может проявиться любовь, возможно ли тогда, чтобы были радость Духа Святого, Его мир, долготерпение, благость или которые-нибудь из других сокровищ? 75. Никогда. О, нам так необходимо видеть это, чтобы наконец понять, что если у нас или где-нибудь каким-либо образом не может проявиться одно какое-либо из этих славных качеств, или на его месте, пожалуй, даже является противоположное ему, то тем задерживается весь наш рост, и наше преображение в образ Христа рушится именно на этой точке. 75. Заключение еще следующее. Все эти отдельные плоды – суть драгоценности, которыми непременно должны пользоваться другие. 76. В наши дни часто встречается удивительно себелюбивое христианство, как бы говорящее «все, что я имею, имею для себя». 77. Напрасно ищем мы в нем плода Духа, потому что во всем Божьем мире нет вообще плодов такого рода, которые существовали бы для самих себя. 78. Они существуют всегда для других. Мы даже не можем себе представить, чтобы деревья, приносящие плоды, могли бы сами быть их потребителями. 79. Весь рай Божий со всеми его чудными плодами не был создан для себя самого, но для человека. 80. Так и мы – деревья праведности. И все, что Дух Святой может сделать в нас, над нами и через нас, Он хочет перевести опять на других. 80. Плоды, не находящие себе потребителей, достаются в удел гниению. 81. Мы питаемся множеством плодов, привозимых к нам из-за океана, а свои далеко отсылаем в пользование других. 81. Так должно быть с плодом Духа в нас. 81. Пусть живущие в твоем доме имеют часть в твоей любви. 81. Пусть твой муж, твоя жена, твое дитя и слуга имеют часть в твоей радости, в твоем мире, долготерпении и т.д. 81. Пусть имеют часть в этих сокровищах и те, которые время от времени приходят в соприкосновение с твоим домом, потому что эти драгоценности должны проявлять свое действие и за пределами четырех стен твоего дома. 82. Апостол Павел писал Коринфянам, что ищет от них плода. Он был очень далеко от них и все же хотел иметь его. 83. О нашей крутости он говорит, что она должна быть известна всем человекам. 84. Я иногда думал, что дети Божьи вообще неизвестны всемирно. Как же все люди могут узнать об их крутости? 84. Да, это вот что. Мы должны быть известны, как неспособные сказать ни одного жесткого слова. 85. Каждый должен бы знать это наперед и вкушать от плода нашей крутости. 85. Да, наши плоды должны бы были проложить себе дорогу из-за моря. Тогда Господь чудно был бы прославлен. 86. О, если бы мы были богаты этими предметами вывоза. 86. Присмотревшись тщательно к этим названным девяти добродетелям, мы найдем, что они только тогда могут быть тем, чем должны быть, когда другие делаются причастны им. 87. Может ли, например, существовать любовь, не сообщаясь другим? 87. И радость. Ах, как она зажигает! Действительно счастливый человек может осчастливить многих других. 87. Как мир, подобно маслу, сглаживает все бушующие волны? 88. Для себя ли нужны нам долготерпение, благость, милосердие? 89. Так же и с верою, или, вернее, с верностью, кротостью и воздержанием они благословения и для наших близких. 89. Итак, пусть Он, который может и хочет произвести в нас эти плоды, Дух Святой, исполнит нас ими Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Послание к филиппийцам, 1 глава, 11 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok